Почему Севастополь город славы? И почему именно русской? История появления этого пропагандистского штампа такова. В середине 19 века, более 160 лет назад, случилась Крымская война, где оборона Севастополя занимала центральное место. Война была спровоцирована тем, что русский царь Николай I, очевидно окрыленный тем успехом, который сопутствовал ему в подавлении Венгерской революции в 1849 году, почему он и получил прозвище «Жандарм Европы», решил осуществить завещание Петра Великого, Петра I, о выходе к незамерзающим южным морям и установить контроль над Черноморскими проливами, Босфором и Дарданеллами. Этому противились Австрия и Великобритания. Их поддержали Франция и Сардинское королевство. Неуемные аппетиты России тогда, как и сегодня, привели к войне. Но империя ее проиграла, потеряв флот и 150 тысяч своих граждан. Боясь, что в таком положении не удастся удержать далекую Аляску, царь решил ее продать. Отсюда и такая ничтожная цена, чуть более 4,5 долларов за квадратный километр. Чтобы скрыть позор поражения в Крымской войне и оправдаться за кощунственную продажу своих территорий, Российская империя присвоила Севастополю почетное звание города русской славы. Что еще можно было, чем имидж улучшить России перед мировым сообществом? Вот оборону Севастополя вспомнили. Оборону Севастополя, которая длилась 349 дней и исключительно приписывается только силе русского оружия и так далее и тому подобное. Да, оборона Севастополя была главной трагической и героической страницей в Крымской войне. Но тот факт, что Крым, как и Украина, входили тогда в состав Российской империи, вовсе не означает, что лавры в обороне Севастополя принадлежат россиянам. Можно сказать, что Севастополь полит кровью украинцев этнических и приписывать себе только лавры и геройские. Говорить о том, что Севастополь – город славы русских моряков, да, естественно, не узбекских или казахских моряков, подданных российского императора из украинских губерний в составе Российской империи. Вот он – город славы их. Первая оборона города связана с именами адмирала Нахимова «Матроса-кошки». И оба они тоже были украинцами. Адмирала Нахимова солдаты и матросы называли «Хват Нахименко». «Хват» значит «ловкий, хитрый в бою». И не случайно именно Нахименко. То есть участники обороны думали, что типичная матросская фамилия должна звучать на украинский лад. Легендарный матрос Петро Кишка хоть и остался в российской истории кошкой, но более русским от этого он не стал. Кишка родился и умер в селе Аметинцы на Винничине. А во время обороны совершил 18 вылазок в тыл врага, преимущественно в одиночку. Невероятно, но ему одному удалось взять в плен троих французов. Из украинских рекрутов и ополченцев было сформировано 10 полков. Только с Полтавщины добровольцами в народное ополчение ушло 9,5 тысяч человек. Были здесь и черноморские казаки, потомки переселившихся на Кубань запорожских казаков. Из добровольцев был сформирован и первый татарский полк, на создание которого дали деньги местные караимы. Только во время обороны Севастополя в сухопутных войсках российской армии погибло более 25 тысяч украинцев. Поэтому единственная в Украине батальная панорама оборона Севастополя для нас памятник не чужой, а нашей украинской истории и славы. Мы уже упоминали, что началом Крымской войны стало желание России расширить свое влияние на Ближнем Востоке, где раньше доминировала слабеющая Османская империя. Причиной стал спор между православными и католиками за право на святые места в Палестине, например, Церковь Рождества Христова в Вифлееме. Турция решила вопрос в пользу католиков, и тогда российский император Николай I стал защитником всех православных подданных Османской империи. Подобно этому и Путин как бы берет под свою защиту русскоязычных в Крыму и на Донбассе, посылает своих солдат в бой за христианские святыни Херсонеса и Сирии. Крымская война как тогда, так и сегодня является войной цивилизаций, противостоянием отсталой крепостнической России и просвещенной Европы. Тогда Российская империя, технически и экономически отставая от европейских стран, попыталась остановить поступь истории и укрепить свое положение в Европе. Прошло более 160 лет, но имея ядерное оружие и всенародно избранного президента, Россия и сегодня действует, как во времена царского самодержавия, парусников и пушечных ядер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова